В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Готовы. На площади Куйбышева прошел смотр снегоуборочной техники. Посадили с любовью. В следственном изоляторе появился вишневый сад. Город и поэт в Самаре открыли мемориальную доску в честь Марины Цветаевой. Евгений Самсоник, которого накануне арестовали по подозрению в изнасиловании школьницы, может быть причастен и к другим подобным преступлениям. Об этом на встрече с журналистами заявили представители МВД и Следственного комитета. Силовики сегодня впервые рассказали все известные на данный момент подробности резонансного преступления. Мужчине, который, по версии следствия, надругался над девушкой, сегодня уже официально предъявили обвинение. Подробности у Алины Чемерис. В том, что задержанный и есть насильник, у полицейских сомнений нет. Его опознала потерпевшая. Его причастность к преступлению подтверждают и результаты экспертизы. Следователи уже восстановили цепочку событий, приведшую к трагедии. Утром 9 октября Евгений Самсоник, слегка выпивший, неподалеку от заброшенного онкоцентра, около часа поджидал жертву. На месте 17-летней старшеклассницы мог оказаться кто угодно. Но в тот роковой день именно она пошла по злополучному маршруту. Ударил по голове и с улицы потащил в это заброшенное здание. Для подавления сопротивления жертвы, учитывая, что у нас жертва несовершеннолетняя, фактически это ребенок, 16 лет девочке, изначально ударил ее по голове сзади, когда подбежал. Дальнейшее для подавления разбило голову в бутылку и несколько раз ударил о стену головой. В общем-то, да, такое садистские наклонности, на мой взгляд, конечно, там присутствуют. Как установило следствие, Самсоник, уходя с места преступления, прихватил с собой телефон и деньги жертвы. Ранее мужчина был дважды судим. Первый раз условно, второй сидел три года за кражу. Также выяснилось, подозреваемый, отец троих детей лишен родительских прав, два его сына живут в детском доме. А от супруги уже поступали заявления о побоях. Но все же, в преступлении мужчина не сознается, говорит, на момент, когда изнасиловали девушку, был на работе. Однако это не подтвердилось. Его смена закончилась за день до содеянного. На розыск Евгения Самсоника у полицейских ушла неделя. К поискам привлекли все службы. Задержали мужчину по месту жительства в Кенеле. Колоссальный объем работы был проделан, чтобы его установить, потому что он ей был до этого не знаком. Установить, в принципе, сну достаточно было трудно его. У нас было проверено более тысячи человек. Нами были изъяты все видеокамеры в районе места совершения преступления, где на двух видеокамерах он у нас был запечатлен. Оперативники не исключают, Евгений Самсоник может быть причастен и к другим преступлениям сексуального характера. Сейчас это выясняется. Силовики обращаются к жителям с просьбой, если кто-то ранее пострадал от рук этого мужчины, подать заявление в полицию. Свет, газ и вода в Орловом овраге. Участки, которые выделили по госпрограмме многодетным семьям в Красноглинском районе Самары, наконец оживут. Здесь уже строят первые дома. В ближайшие месяцы проведут и электричество. Как будут развивать инфраструктуру, обсудили на выездном совещании. Репортаж Марина Кравцовой. Светлана Лаврентьева, мама троих сыновей-школьников, с гордостью показывает собственный дом. Уже почти достроили, осталось только внутреннее отделка. Многодетная семья давно мечтает жить рядом с природой. Летом уже и овощи на огороде растили, и даже кур завели. Участок почти восемь соток. Получили в 2014 году. Купить участок где-то здесь стоит, ну, в районе, сами знаете, там два-три миллиона, да? Так это как бы дорого. И хотелось как бы, чтобы не только мы, и все многодетные смогли испытать это счастье. Вот смогли пожить на земле. Мы хотим здесь жить, нам здесь очень нравится. И вообще вот всем многодетным, которые здесь строятся, всем нравится. Здесь хорошо. В Орлово-Мавраге, в Красногринском районе Самара, около 250 участков, которые раздали многодетным семьям. Соседи будут хорошие. Восемь семей уже строят дома. Но развитие массива тормозит отсутствие коммуникации. Первоочередная задача – провести электричество. На выездном совещании с представителями сетевых компаний глава Самары Олег Фурцев поручил рассчитать, во сколько обойдется оборудовать точку доступа к электроэнергии. Ближайшие сети – это вот станция поселка Зелфи. Ну, там слабый трансформатор. Ну, мы оттуда можем просто сюда, да? Нам нужно понять общие затраты. То есть, я думаю, что мы можем как бы все-таки рассмотреть решение вопроса о том, чтобы сеть сюда протянуть. Но тем, кто начал строиться, надо, конечно, помочь. В перспективе здесь, я думаю, массив будет развиваться. Эти мощности, да, они будут окупаться, конечно, однозначно окупаться. Просто нужно сделать первые такие шаги с нашей стороны. Свет на участках многодетных семей должен появиться уже в декабре этого года. Не должно возникнуть проблемы с подключением газа. Серьезных вложений потребует водопровод. Чтобы провести трубу, понадобится инвестиционная программа. Этот вопрос проработают и на уровне областного правительства, и с сетевиками. Еще одно решение – пробурить скважину. В ближайшее время проведут геологическое обследование, есть ли подземные источники. Пока временно асфальтовым гранулятам отсыпят и дорогу к участкам. Еще один вопрос – гора земли, которую свозили сюда длительное время. За год уже вывезли около 80 тысяч тонн грунта. И эту работу продолжат. А чтобы избежать повторения нелегального складирования земли, установят фотоловушки, которые позволят вычислить нарушителей даже в ночное время. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. К зиме готовы во всеоружии. На главной площади Самары, площади Куйбышева прошел смотр спецтехники. Службы ЖКХ и благоустройства переоборудовали машины на зимний режим работы и отчитались перед городскими властями. Снегопады им не страшны. Как будут расчищать дороги от снега этой зимой, узнала Марина Матвейшина. Мал да удал мини-погрузчик, несмотря на свои размеры, может похвастаться выносливостью, работоспособностью и мощностью. А уж маневренностью и мобильностью даст фору любому большому трактору. Он маленький, везде можно проехать по тротуарам, в обслуживании очень прост. Много расходов на него не надо, очень удобно. Еще один большой плюс погрузчика – его универсальность. Машину можно использовать и летом, и зимой. Навесное оборудование меняется в считанные секунды. Погрузчик очень легок в управлении, и даже я смогу им управлять. Здесь все понятно на интуитивном уровне. Давайте посмотрим, как у меня получится. Нажимаем на газ и поднимаем ковш. Десятки мини-погрузчиков, тракторов и самосвалов, а также знаменитой своей эффективностью погрузчик «Золотые ручки». Служба ЖКХ и благоустройства демонстрирует свою спецтехнику и ее готовность к зиме. Практически все машины переоборудованы для работы в холода. В этом году на улицы города выйдут порядка 300 единиц. И еще 250 принадлежащих управляющим компаниям и их партнерам будут расчищать дворы от снега. Мы видим, что в принципе все готовы. И к первым снегопадам, и к последующим попробуем. И я думаю, мы справимся с теми ошибками, которые были допущены, незначительные допущены в прошлом году. Реагенты в настоящий момент на первые снегопады заготовлены. Идет плановая подготовка и завоз реагентов к зимнему периоду 2016-2017 года. Заготовить запланировали порядка 15 тысяч тонн реагентов. К труду и обороне готовы дворники и кровельщики. Почти 300 человек. Именно они будут первыми принимать удар на себя этой зимой. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Научиться любить детей нельзя ни по книгам, ни в учебных заведениях. Здесь важен взгляд, глаза в глаза, умение принять ребенка таким, какой он есть. Дом ребенка-малютка ему исполнилось сегодня 30 лет. За это время стал домом почти тысячи детей-сирот и целому коллективу взрослых. Какое желание педагоги и воспитанники загадывают в день рождения сиротского дома, расскажет Инесса Панченко. 30 лет назад, когда в Куйбышеве открылся дом ребенка-малютка, здесь не имели понятия о многих вещах. Не знали, что существует памперс, и горячую воду грели кипятильником, не было постельного белья и кроваток. Молочная кухня была на втором квартале, совершенно далеко от нас. На санках возили все молочные продукты деткам. За хлебом ходили сами. Поваров не было. Готовили медсестры-изоляторы. Дом ребенка-малютка предназначался для малышей от рождения до 4 лет с тяжелой патологией центральной нервной системы и нарушением психики. В штате педиатры, неврологи, медицинские сестры и педагогический персонал. Работать здесь может не каждый. Брезгливость и раздражительность в малютке вне закона. Дети проходят здесь первые уроки жизни, а сотрудники заменяют им мам. Благодаря их невероятному труду более 100 детей ушли в приемные семьи, а почти 70 вернулись в родные. Некоторые дети приходят, они же есть не умеют, мы их кормим через зонт. Двух-трех детей в этом году нам удалось снять с зонта. То есть они стали есть самостоятельно. Это же большое достижение. Родители обрадовались, сказали, если они будут у нас есть самостоятельно, да еще и сядут, да вдруг еще и пойдут, то, конечно, мы их заберем в семью. Воспитанников малютки нечасто берут в приемные семьи. Мало кто решается воспитывать ребенка-инвалида. Поэтому 80% к 4 годам переводят в учреждения соцобеспечения. Но сотрудники не теряют связь с бывшими воспитанниками. Потому что люди привязались, понимаете, люди привязались, и они как-то, им не безразлично, что дальше будет, что с ними. Поэтому мы как-то их прослеживаем, все-таки отзваниваемся, звонки, и смотрим, и публикации смотрим. Боже мой, как вырос. Летом этого года все дома ребенка объединены в один центр. При этом удалось полностью сохранить коллектив. На 30-летие малютки сотрудники загадали только одно желание, чтобы дети рождались здоровыми. Инесса Панченко, Василий Колдашов, События. Прекрасному везде есть место. Свой фруктовый сад появился сегодня в первом следственном изоляторе. Надзиратели и члены Самарского общественного совета при ГУФСИН России посадили 40 саженцев. Зачем, знает Андрей Горгуленко. Через полгода в первом СИЗО по-настоящему запахнет весной, когда расцветут все вишни, яблони, сливы, пусты гортензии и барбариса. 40 саженцев украсили внутренний двор следственного изолятора, чтобы заключенным мир за колючей проволокой не казался таким уж мрачным. Было принято решение, предложение посадить сад. Для чего? Для того, чтобы жилось, как бы, можно сказать, веселее осужденным и приятно было ходить на службу сотрудников. Потому что там, где деревья, цветы, там вся красота. Красота, как известно, спасет мир. Работники СИЗО с большим энтузиазмом высаживают плодовые деревья. Обещают ухаживать за ними по всем правилам, ведь хочется скорее собрать первый урожай. В этом деле есть на кого равняться. В 15-й колонии сад в этом году уже принес свои плоды. Ягоду, выращенную за решеткой, отправили в тюремный дом ребенка. Польза двойная. И детям витамины, и осужденным трудотерапия. Для того, чтобы они через эту дверь не только могли войти, так сказать, в преступное, к сожалению, миропонимание, но и по возможности из этого преступного миропонимания выйти. Жизнь показывает, что на самом деле только труд является той действенной терапией, которая и может привести человека, вернуть его к нормальной жизни. Атрибуты нормальной жизни не только снаружи, но и внутри. Чтобы скрасить часы ожидания свидания в тюрьме, в изоляторе появился книжный уголок. Библиотека из 320 произведений. На полке русская и зарубежная классика. Правда, на вопрос журналистов, а почему здесь нет романа Достоевского «Преступление и наказание», надзиратели ответили. Слишком мрачная книга для здешних не столь отдаленных мест. Андрей Грагуленко, Константин Головин. События. Не знаем мы, где верный путь, и не судить, а плакать надо. В Самаре, в доме на Галактионовской, открыли мемориальную доску в память о пребывании там Марины Цветаевой. Поэт Серебряного века, она пережила множество роковых событий того времени, и все это отразило в своем творчестве. На церемонию открытия прибыли самые главные цветаевцы страны. Продолжит Олеся Корецкая. В Самаре Марина Цветаева была в 1911 году проездом. Они вместе с мужем Сергеем Эфроном направлялись в Башкирию на Кумысо-Лечение. Одни историки считают, что Марина Цветаева провела в Самаре всего 40 минут. Другие утверждают, что она прожила здесь две недели. Вот в этом доме, на Троицкой 35. Сейчас это Галактионовская 41. Огненные кисти рябины как символ знаменитых строк. Отметить пребывание Цветаевы в Самаре решили школьники и педагоги 174-й школы. Три года они собирали данные и средства, готовили проект мемориальной доски. Перед торжественным открытием сделали на фасаде дома небольшой ремонт. Спасибо большое, конечно, городу, что город понял, правильно сказано было, что город понял, что Марина и Самара – это еще одна страница в великой биографии, еще более великого поэта России и всего мира Марины Ивановны Цветаевой. На открытии мемориальной доски в память о великом поэте прибыли самые главные цветаевцы. Среди них народная артистка России Светлана Крючкова. Она изучает творчество и жизнь Марины Цветаевой больше 40 лет. Уже сроднилась с ней и буквально говорит ее стихами. У меня есть программа, которая называется «Отказываюсь быть», начиная буквально со стихотворения, написанного в 17 лет, в день рождения. Христос и Бог, я жажду чуда. Теперь, сейчас, в начале дня, вот дай мне умереть, покуда вся жизнь как книга для меня. Мне ее безумно жалко. Когда я говорю о Марине, я испытываю страшную боль. Болит внутри, просто болит. Марина Цветаева хоть и писала 100 лет назад, но она поэт на все времена, отмечает Светлана Крючкова. Ее наследием увлекается много молодежи. Они вместе с гостями цитируют любимые строки. В следующем году в Самаре будут отмечать 125-летие со дня рождения Марины Цветаевой. На базе 174-й школы планируются цветаевские чтения. Была она здесь 40 минут или две недели – уже неважно. Марина Цветаева осталась в памяти людей навсегда. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. Тыновые стены и воротная башня, с чего начиналась Самара, узнали слушатели традиционных лекций «Самарской газеты» об истории города. Точный макет первых построек на берегу Волги увидел и Андрей Горгуленко. Как Самаре удалось выдержать два крестьянских восстания и несколько нападений кочевников? Макет в масштабе 1 к 500 позволяет представить не только, как выглядел город несколько веков назад, но и оценить его ландшафт того времени. Макет стал результатом объединения трех базовых точек зрения – историков, архитекторов и археологов. С точки зрения архитектуры – стыковка крепости с другими городами, целесообразность того или иного, элементы крепости, технологии его постройки и так далее. С точки зрения археологии – точные места привязок, они известны, они доказаны, поэтому здесь ошибиться очень трудно. В процессе создания историки опирались на работы архитектора Гурьянова. Именно он точно установил место Самарской крепости. Макет сделан мобильным, историки планируют привозить его в школы и проводить для детей экскурсы в самарскую историю. Главная задумка этого макета – сделать его мобильным и сделать возможным возить его по школам, представляя и показывая школьникам, и одновременно рассказывая о Самарской крепости и о ее устройстве, глядя на, показывая на этот макет. Это главная задумка. На традиционных краеведческих лекциях в Самарской газете слушателей становится все больше. Идея явно пришлась горожанам по душе. С тех пор, как я закончила курсы экскурсоводов, интерес только обострился. И поэтому сейчас узнаю все новые и новые подробности. И вырисовывается такая картина мира, родного города, ранее мне незнакомая. Освоив технологию макетирования, историки подготовили еще два экскурса. Самара Космическая, включающая в себя макет трех ракет, и парад 7 ноября 1941 года, который будет состоять из 23 моделей. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Все туристы в гости к нам. В Самаре продолжает работу межрегиональный форум «Тур притяжения». О чем рассказали акулы туристического бизнеса самарским студентам, знает наш обозреватель Лариса Шалафаст. Выпуск продолжит новости экономики. Здравствуйте. Нефть начала дешеветь. Сегодня за один баррель марки Brent дают 52 доллара 17 центов. Американская валюта тоже сдает позиции. Курс валют на 21 октября. Доллар 62 рубля 41 копейка, евро 68 рублей 47 копеек. Золото стоит 2554 рубля, серебро 35 рублей 59 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 64 рубля 6 копеек, дороже всего продать за 60 рублей 94 копейки. По активности событийного туризма Приволжский федеральный округ вошел в лидеры и разместился на втором месте после центрального округа. О перспективах в туристической отрасли самарским студентам рассказали на форуме «Молодежь гостеприимной Самары». Молодые кадры в туристической сфере сейчас востребованы как никогда. Особое внимание в рамках форума «Молодежь гостеприимной Самары» уделяется теме предстоящего чемпионата мира. Многих интересует, как стать волонтером грандиозного спортивного события. Студентам тоже интересна эта сфера, так как все готовятся к предстоящему масштабному событию. Я собираюсь участвовать волонтером на чемпионате мира 2018. И всем известно, что у нас будет очень много гостей в городе Самара. И каждому человеку, проживающему в этом городе, нужно будет знать его историю. Участники форума – студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования по направлениям туризм и гостиничное дело, а также молодые сотрудники предприятий сферы туризма. Начинающие специалисты могут из первых уст узнать обо всех тонкостях работы и о перспективах развития отрасли. Молодежный форум организован при грантовой поддержке администрации Самары. Наша задача еще сейчас и совместить требования, которые сейчас на государственном уровне будут изменяться к профессионалам в нашей сфере, чтобы мы правильно и грамотно, ну так скажем, наших молодых профессионалов вот взрастили в тех требованиях, которые предъявляет рынок к ним. На развитие туризма, а я считаю, что это одно из самых перспективных направлений, которые в настоящее время испытывают рост по определенным экономическим и политическим причинам. Поэтому, безусловно, за молодыми это будущее, будущее развития туризма, будущее развития нашего города. В рамках форума запланированы обучающие семинары по гостеприимству, гостиничному и ресторанному делу, экскурсоведению, профессиональные конкурсы для студентов. По итогам форума участники получат специальные свидетельства об обучении. Кстати, самарцы все чаще выбирают для отдыха родные просторы. И правильно делают. Скоро Россия станет дороже для туристов из других стран. Сейчас средняя стоимость тура к нам для иностранцев составляет 1000 евро. По информации туристических фирм, следующим летом эта цифра может увеличиться примерно на 300 евро. На этом все. Удачи в делах. Развитие Самары во внимание общественников на заседании регионального штаба Общероссийского народного фронта подняли важные для города темы. К обсуждению подключились эксперты и городские власти. Мнение сторон выслушала Валерия Макарова. Решать проблемы вместе. Активисты-общественники и представители городской власти за круглым столом обсудили развитие Самары. Тема номер один в повестке дня – в парковке для инвалидов во дворах. Проблема типичная для мегаполисов. Не каждый российский двор в принципе может обеспечить безбарьерную среду для инвалидов. Для них, между тем, автомобиль не просто средство передвижения, а вещь жизненно необходимая. Поверьте нам, у нас еще огромное количество трудностей, с которыми нам хочется справляться. И вместо того, чтобы жить полноценной жизнью и доказывать этому обществу, что мы совершенно конкурентоспособны, полноценны, нам нужно просто помочь. Помочь теперь стало гораздо проще. Для того, чтобы официально получить парковочное место, инвалид должен обратиться в районную администрацию. Всю дальнейшую работу специалисты берут на себя. При пообращении в администрацию мы направляем департамент транспорта, который согласовывает данную схему с ГИБДД. Потом дает ее нам, и мы уже на основании этой схемы проводим либо конкурс, либо включаем муниципальный контракт для стратегии без конкурса. И, соответственно, работать проводим. Еще одной темой для обсуждения стала форма проведения публичных слушаний. Их стали проводить дистанционно. Как поясняют власти, плюсы уже оценили работающие самарцы и те, кто находится за городом. Теперь свое мнение они могут выразить в удобное для них время по интернету. Нет необходимости ехать на слушание в определенное и, возможно, неудобное место. Выгоды для бюджета, сбор мнений не требует затрат на организацию открытых встреч с жителями. По итогам заседания сформулируют рекомендации, которые городские власти всегда учитывают в своей работе. Ни одно из наших предложений не выпало из поля внимания власти. Ну вот выполнение конкретно пока 60%, а остальные находятся в работе. Но некоторые носят долговременный характер нашей рекомендации власти. Свои рекомендации Народный фронт направит в профильные ведомства. И, судя по опыту общественников, к ним городские власти прислушиваются. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Далее новости спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Лучший бомбардир самарской команды «Спарта» Игорь Тихонов в хоккей попал случайно. Друг привел на тренировку. С тех пор, говорит, ни разу не пожалел. Игра динамичная, скоростная. Кроме классического варианта, матч проходит на площадке размером с футбольное поле без бортов. Есть и мини-версия – ринг-бенди на канадской коробке, где обычно играют в хоккей с шайбой. Еще одно отличие – на площадке за одну команду играет не 11 человек, а 6. От своего дебюта в официальной игре с новокубышевским нефтяником Игорь Тихонов остался доволен. Забил три гола, но сыграл так. Неплохо. Для первого раза хорошо понравилось. «Спарта» команда «Молодая» появилась год назад. Хоккеисты – ученики лицея «Созвездия». Ребятам от 7 до 14 лет. Идея возродить русский хоккей в Самаре пришла Александру Егорову. Тренер когда-то сам играл за команду «Подшипник». Участвовал в первенстве города. Сейчас в Самаре одна команда и то детская. Тренировки проходят в основном на земле. Льда нет на улице. Снимаем лед за свой счет. И один раз в неделю сложно что-то натренировать, катание поставить. Помощи нет никакой, финансирования тоже нет. И дети, и взрослые, в принципе, забыли о таком виде спорта, как русский хоккей с мячом. Соперник местной спарты в финале открытого первенства Самары – Новокубышевский нефтяник. Хоккейная школа с традициями. На коньки мальчишек ставят в 4 года. В бенде в городе нефтехимии играют семьями – отцы и дети. Молодежь мечтает попасть в профессиональный хоккей. «Енисей», «Кузбасс», «Динамо». «А ты в какую хочешь играть?» «В Енисеев». В Новокубышевский в русский хоккей играют 6 детских команд. Отбор юных спортсменов проходит в три этапа. Обучение катанию, физподготовка. В команде остаются самые талантливые. «Мы уже рады, что хотя бы появились еще несколько команд в Самаре. Нам уже есть с кем соперничать, и уже хорошо. Мы надеемся, что хоккей с мячом будет развиваться и дальше. Детям хоккей нравится». Гости из Новокубышевска выиграли открытое первенство Самары в финале, неприлично разгромив местную спарту со счетом 24-4. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи.